Всех приветствуем! В сегодняшнем видео будем говорить про результаты вчерашнего заседания и переговоров канцлера с главами федеральных земель, которые длились аж 11 часов, также делали определенные перерывы, но тем не менее канцлер и премьер-министры приняли решение о введении жесткого карантина в преддверии Пасхи. Жизнь по большей части должна быть приостановлена. В целом подобные ограничения будут действовать до 18 апреля. В связи с увеличением числа случаев заражения федеральное правительство вводит в Германии самый строгий режим изоляции с момента начала пандемии год назад. С 1 по 5 апреля включительно, то есть с чистого четверга до пасхального понедельника, общественная, экономическая и личная жизнь должны быть в значительной степени закрыты, чтобы остановить третью волну пандемии. Принцип «мы остаемся дома» должен применяться в течение пяти дней подряд, говорится в документе. В соответствии с этим торговля продуктами питания должна оставаться открыта только в субботу. При этом, по словам канцлера, автозаправочные станции будут оставаться открытыми. Какие же правила будут применяться на пасхальные праздники? 1 апреля чистый четверг и 3 апреля суббота считаются днями отдыха. Будет запрет на собрание в общественных местах, а также питание на открытом воздухе будет запрещено. Возможно, частное собрание двух домохозяйств, но не более пяти человек. Обратите внимание, что дети до 14 лет не входят в это количество. Что касается комендантского часа, то его не ввели в обязательном порядке на национальном уровне, и решение о его введении оставили на усмотрение федеральных земель. Конечно же, в зависимости от уровня заражения. Но такие федеральные земли, как Баден-Вюртенберг, Тюрингия, Бавария, уже ввели комендантский час в ночное время, чтобы снизить уровень заражения. Про церковные службы в резолюции говорится, что федеральное правительство хочет обратиться к религиозным общинам с просьбой о том, чтобы религиозные собрания проводились в течение этого времени только в онлайн-режиме. Что касается функционирования школ и детских садов, то было принято решение, что там будут проводить тестирование не менее двух раз в неделю, и оно должно быть введено как можно скорее. Что касается путешествий, то в этой области также нет никаких послаблений, и федеральное правительство продолжает настоятельно призывать всех граждан воздержаться от поездок, которые не являются необходимыми, в том числе и в связи с предстоящими пасхальными праздниками. Также были приняты соответствующие решения для отдыхающих на Майорке. Для того, чтобы они снова могли вернуться в Германию, они в обязательном порядке должны пройти тестирование. По поводу работы компаний и предприятий. В этот период они обязаны максимально сократить количество контактов, и, если это возможно, должны предложить своим сотрудникам тестирование на рабочем месте. В резолюции идет речь о добровольном обязательстве торговых ассоциаций в отношении предложений по тестированию для сотрудников. Подобные тесты должны предлагаться не реже одного раза в неделю. Для тех компаний, которые особенно серьезно пострадали от закрытия в период пандемии, федеральное правительство планирует разработать дополнительный инструмент помощи в рамках требований европейского законодательства. Таким образом, в Германии снова ввели жесткий локдаун и ограничения аж до 18 апреля. Любые последующие послабления будут возможны только в том случае, если в семидневный период заражения на 100 тысяч жителей будет менее 50 новых случаев. Ну а следующая встреча канцлера и глав федеральных земель состоится 12 апреля. Они снова будут пересматривать ситуацию и обсуждать, как действовать далее. Это были все основные актуальные события. Еще больше полезного и интересного вы также сможете найти в нашей группе в Facebook. Ссылка будет, как всегда, в инфобоксе. На этом мы всех благодарим за внимание. Хотим вам пожелать всего самого наилучшего и до новых встреч!